Привычно думать Где это всё, мы наблюдаем перемены в человеке Приходит свет, в него уходит тьма А в Украине, как давно прошедшие веки, горят дома, горят дома А был бы Бог, кто у него спросил я, чтобы он ответил мне, как человек Зачем живёт страна такая, как Россия, который век, который век А был бы Бог, кто у него спросил я, чтобы он ответил мне, как человек Зачем живёт страна такая, как Россия, который век, который век И в гуманизме есть прогресс на этом свете Слово подчиняется тебе умею Как объяснить, что в горе гимнут дети Ну почему Ну почему Возможно, этот мир изменится когда-то Пошёл признаться, верится струже Идут колоннами российские солдаты Взрывать мой дом, сжигать мой дом А был бы Бог, кто у него спросил я, чтобы он ответил мне, как человек Зачем живёт страна такая, как Россия, который век, который век А был бы Бог, кто у него спросил я, чтобы он ответил мне, как человек Зачем живёт страна такая, как Россия Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители В прямом эфире телеканала RTN и Davidson Radio Программа «Мысли вслух» Я её ведущая Марина Левинсон Со своей творческой бригадой И сегодняшнюю программу, первый её час Мы начали с песни авторской Владимира Борзова «Привычно думать, что история рассудит» Может быть, вам не очень сильно понравился звук Дело в том, что Владимир Борзов Совершенно уникальный бард Который, когда я подписала поэта-композитор Попросил поменять просто на барда Он, мне так кажется, очень скромный, застенчивый человек Который пишет, с моей точки зрения, выдающиеся стихи и музыку И вы оцените его музыкальные способности И владение таким инструментом, как гитара И ещё немножко перед тем, как выйти на прямую связь с Владимиром Борзовым Хочу рассказать предысторию нашего с ним заочного знакомства Когда-то мне позвонил Александр Соколов Который ездит на все фестивали бардовских песен И большой очень поклонник этого вида искусства Не побоюсь этого слова И мне сказал, давайте с вами проведём передачу, посвящённую его творчеству Мы провели на радио Потом на радио позвонил Юра Я даже не знаю его фамилию Он из Харькова И говорит, Марина, как же так? Я же знаю Владимира Борзова Вот я его поклонник Вы же только послушайте, какие он песни пишет Какая у него есть песня, посвящённая September 11 И я подумала Ну, быть тому Мы должны Владимира Борзова Увидеть и услышать в нашей программе Мысли вслух И сейчас Владимир Борзов с нами на прямой связи Из Филадельфии Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, Марина Я очень рада И не только я, а вся наша бригада Что вы нашли время В своей, ну, такой вот Ну, абсолютно занятой такой ленте жизненной И согласились принять участие сегодня в нашей программе Спасибо вам большое ещё раз И спасибо всем тем, которые вас рекомендовали Вот я обратила внимание на то, что вы очень скромный человек Что вы себя не раскручиваете И вообще не занимаетесь паблик релейшн Я услышала вот эту песню про Украину И я поймала себя на мысли Что мы с вами мыслим-то одинаково Это совсем свежая песня, Владимир, да? Ну, да, она, в общем-то, может быть, ей там пару лет Или даже меньше В общем-то, она связана с тем, что сейчас происходит в Украине до сих пор Конечно, не старая песня, естественно Вы знаете что? Давайте для радиослушателей и телезрителей Немножко расскажем о вас Вот когда я обратилась к Википедии Там написано очень и очень Так, ну, чуть-чуть, я бы так сказала Написано-то очень сильно, но коротко Поэтому я скажу, что вы учились и жили и в Москве, и в Минске Что вы закончили школу, музыкальное училище, консерваторию по классу гитары Что очень-очень мы слышим качество вашего исполнения на шестисрунной гитаре Но вы еще и физик Что вы закончили Белорусский государственный университет В 75-м году Не ошиблась ли я? Исправьте меня, если я что-то не так сказала Нет, все правильно Даже я бы сказал там в начале 76-го Дело в том, что нам добавили тогда полгода на программирование Которое мне потом здесь и пригодилось Владимир, вот написано, что вы физик И работали вот сосны Что это такое сосны? Работал младшим научным... Это институт ядерной энергетики, Академия наук БССР То есть вы физик-ядерщик? Ну да, да Хотя это звучит так очень, знаете, порпезно немножко Претенциозно, да А я могу вам, забегая вперед, немножко задать вопрос Когда кто-то говорит Вот у меня есть ядерная бомба И я на вас ее пошлю И вот у меня вопрос обывателя Который совершенно не физик и тем более не ядерщик А что если вот эта бомба пойдет и на ту страну Из которой она будет отправлена? Ну, я думаю, что результат будет приблизительно такой же Как и в этой стране, куда пойдет бомба И в той стране, куда будет ответная бомба В общем, это все ужасно Так это и должно случиться Мы будем об этом мечтать Вообще-то я хотела сегодняшнюю передачу Вот первый час нашей сегодняшней программы Посвятить вашему творчеству И мне очень и очень интересно Как появляются барды? Что это такое? Почему человек вдруг начинает писать и музыку И стихи? И, как правило, это на злобу дня, что называется Да, ну, конечно, есть лирика, любовь Есть политические события Есть вообще это философия Это жизненная какая-то вот философия и позиция Права ли я? Ну, да, безусловно, дело в том, что Основой авторской песни все-таки является поэзия, наверное И поэзия, и потом мелодика Это что важно А уже аккомпанемент там, все эти навороты Это уже вторично немножко Ну, я всегда все-таки больше посвящал на время гитаре И, так сказать, больше места у меня в творчестве занимала гитара всегда Но это не обязательно для авторской песни А позиция, конечно, обязательно Позиция мысли и умение их технично-поэтическом смысле изложить Да, конечно, безусловно Что и делали наши замечательные барды всегда Люди прислушиваются, знаете, извините Люди прислушиваются к песне больше, чем просто к поэзии Как правило Дело в том, что поэзия, понимаете, она все-таки достаточно элитарна Хотя писал когда-то Евтушенко, что поэт в России больше, чем поэт Наверное, так и было в какое-то время Но, в общем-то, даже еще там Александр Городницкий когда-то сказал Что вот я читаю стихи и вижу, так народ заскучал А вот я пою песни и это легче И это воспринимается, как сказать, легче воспринимается аудитория Наверное, может быть, поэтому всегда были эти барды, министрели, мини-зингеры Все это было именно вот поэзия, обреченная в такую музыкальную форму Давайте немножечко приоткроем завесу тайны И все-таки расскажем, как вы оказались в Белоруссии Или вы там родились Вот чуть-чуть, немножко вашу биографию Ну, у меня мама, она из Москвы Вот А отец из Минска Ну, так получилось, мама по распределению из Москвы приехала в университет В Белорусский государственный Вот, там вышла замуж за моего отца И так, моё детство проходило в Москве у бабушки и в Минске Тоже, кстати, часто у бабушки, потому что такое время было, им было как-то не досуг родителям А бабушки всегда Поэтому моё детство проходило между двух бабушек Одна из них в Москве, другая в Минске У меня даже песни на эту тему тоже есть А у вас инструмент далеко? У меня инструмент вот тут стоит А можно, может быть, песню про бабушек? Нет, я так не могу Я не могу спеть любую песню вот так вот на взлёт У меня их много же Больше, наверное, сотни У нас же, может быть, около 150 И я могу взять любую песню и вот так вот сразу спеть Тем более, спеть не в компании, а вот так на телевидении, конечно, нет Ну, хорошо, раз инструмент рядом, если у вас появится желание И вы захотите предложить нашему вниманию какое-нибудь ваше произведение Мы будем очень и очень рады Мы, конечно же, наша творческая бригада подготовила видеоматериал Мы сейчас послушаем, наверное, одну, может быть, из ваших первых песен Которые вы написали здесь, уже будучи в Америке Ну, я её написала как Америка, Владимир Борзов Может быть, у неё другое название? Исправьте меня Да нет, я не знаю, какой песней речь идёт Но если Америка чудесная страна Да, именно это Давайте послушаем и будем дальше слушать вас Как-то решил я родину покинуть Поглубже в память прошлое задвинуть И проходил в посольстве интервью Когда я собирался как на битву Тогда я сочинил эту молитву Спасительную песенку свою Америка чудесная страна Она тебя накормит и напоит Она тебя как мама успокоит Она тебя обнимет, как она Когда сходил я с тропа самолёта Растерянный, вымокший от вода В тот год была ужасная жара Когда метался гонкой за ручку По комнате размером с одиночку Тогда, чтоб не заводить, я пел с утра Америка чудесная страна Она тебя накормит и напоит Она тебя как маму успокоит Она тебя обнимет, как жена Когда мой дядя самых честных правил Меня с улыбкой на завод направил Когда я на конвейере давал Я размышлял о жизненных бурьёзах О тамошних шипах и здешних розах И всё же напевать не забывал Америка чудесная страна Она тебя накормит и напоит Она тебя как маму успокоит Она тебя обнимет, как жена Когда способный ученик-нордеста Я начинал карьеру программиста Сомнениям и дядя вопреки Когда я, уповая лишь на чудо Зубрил всё то, о чём, обнимет Когда меня спасало от доски Америка чудесная страна Она тебя накормит и напоит Она тебя как маму успокоит Она тебя обнимет, как жена И вот теперь, когда мне полегчало Я всё припомню с самого начала Как кинофильм обратно просмотрю Немало слёз в картинах этой ленты Но были там счастливые моменты И я тебя за всё благодарю Америка чудесная страна Она тебя накормит и напоит Она тебя как маму успокоит Она тебя обнимет, как жена Америка чудесная страна Она тебя накормит и напоит Она тебя как маму успокоит Она тебя обнимет, как жена Владимир Борзов Сегодняшний герой нашей программы Он Барт Я себе, честно говоря, Володя Написала очень много ваших титулов В том числе Владимир Александрович Борзов Поэт-песенник, композитор Автор-исполнитель, гитарист Авторская песня у него Вы знаете что? Скажу вам, что я большой Почитатель и поклонница Музыки Наверное, это 15 век Вот когда лютня звучала У вас такой высочайший класс Музыкального исполнения Вот именно Просто даже технический На гитаре Как это вы достигли этого? Сколько лет вы этому учились? Ну, я не знаю Насчет высочайшего класса, конечно Но Я учился довольно долго Да, так получилось Что я заканчивал Музыкальные школы Там по фортебиано В частности Вот По баяну даже Ну и по гитаре А потом Музыкальное училище По гитаре И по гитаре же Консерватории То есть фактически Гитаре я обучался Где-то около 15 лет Я бы сказал Там где-то так Да Но я потом уже Не пользовался этим практически Только кроме Как тут в авторской песне Очень мало У вас все равно Была все время параллель Вот Из той, в общем Достаточно скудной информации Которую я прочитала В Википедии Что вы как бы параллели Была физика И была музыка С вашей точки зрения Это что? Прерогатива ученых? Потому что В общем-то Любого известного Крупного барда Возьми Он обязательно Или ученый Или врач Обязательно ли у барда Должно быть Что называется Высшее образование? Ну Нет Я не думаю Что обязательно Но насчет высшего образования То конечно желательно Мне кажется Хотя я не знаю Не обязательно Нет Нет Но действительно так было Что вот когда Начинались Вот Начиналось мое знакомство С авторской песни То как бы Это было Ну я не знаю Так престижно что ли Быть кандидатом наук Например Или даже больше Например Кандидат наук был Егоров Скажем Таня Никитина Очень много людей Было Которые занимались Ну например Гордецкий Был вообще Доктор наук Ну и так далее То есть это было Сухарев Дмитрий Антонович Ну в общем Это было все Вот как-то В ученом В ученом мире Да Авторская песня Процветала Но это совершенно Не обязательно А вы знаете что Дмитрий Сухарев На самом деле Его фамилия Сахаров Вы в курсе? Да-да Я знаю Потому что Я училась С его сыном Ну он правда Ушел Он был такой умный Петя Сахаров Что он Не выдержал Вот этой всей Простоты нашей Театрального Я в Щукинском Училась Он очень Был интересный Человек И неординарный И его папа Написал Вот знаменитую Брич Мулу И так далее Вот все-таки Я опять К чему клоню? Чтобы человек Писал Ироничные Песни Песни Наблюдения За человеческой Жизнью За человеческой Психологией Отклик На те события Которые происходят В мире И в жизни Своей страны И барды Мне кажется Может быть я ошибаюсь Это Такое явление Как оппозиции Что ли Государственному Строю Да Безусловно Конечно Это В общем-то Всегда было Такое движение Оппозиционное Это точно Да Кстати Дмитрий Антонович Сухарев Сухарев Сделал Как он ее назвал Энциклопедия Авторской песни Он Такую книгу Напечатал У меня там тоже Есть страница Про меня Мне это Развонили уже В Америку Спрашивали Его разрешения И так далее Но Он такая большая Толстая книга Толстенная Я бы даже сказал Где он собрал Бардов На его стихи Писали Никитин Тоже Брич Мулута Но и другие И другие песни Безусловно Конечно же Как оппозиционный Причем Такой эзопов язык Когда ведь Эти программы Литовались То есть Если ты выходил На сцену Ты очень часто Если это серьезная сцена То Ты не мог просто Выйти и петь Что хочешь Ты должен был Представить тексты Эти тексты Просматривались Что-то из них Выбрасывалось И так далее То есть Это Естественно Люди Как бы старались Сказать не в лоб А сказать как-то Опосредованно Чтобы все Как-то поняли То есть Публика Вроде понимает А вроде Ухватиться не за что И песню пропускают Ну в общем Да Конечно Оппозиционное движение Авторское Безусловно Мне кажется Что это вообще Очень присуще Вот нашему Бывшему Советскому Союзу Я не знаю Насколько сейчас В России Это распространено Ну Дело в том Что Понимаете Конечно В то время Когда я рос И когда Авторская песня Вот Процветала И была Так сказать Хорошо И широко Известна То конечно Все это было Не так опасно Как это опасно Сейчас Понимаете Страна Она сместилась В сторону Тоталитаризма А это уже Совсем другое дело То есть Одно дело Когда ты Высказываешься Публично Но допустим Как-то там Завуалировано Другое дело Когда ты Высказываешься На кухне А третье дело Когда если ты Вообще не поддерживаешь То ты можешь Оказаться в тюрьме То есть Это уже Совершенно другое дело Знаете Есть Ну есть Окленные Ступени Как бы Власти Как развивается Вот такая Диктатура И Тоталитаризм Это ее уже Высшая стадия Когда ты Если ты не поддерживаешь Даже молчать нельзя Понимаете Не то что там Как-то Как-то сказать Изопровым Каким-то языком Или что-то Вообще даже молчать нельзя Надо сказать Да я за А иначе Ты можешь оказаться Просто в тюрьме Совсем другие времена Сейчас А мне кажется Что сейчас И бардов-то Как-то нету В России Потому что Целый пласт Вот искусства Культуры Потребности Может быть У людей-то И есть потребность Но Как-то вот Все Посажено На материальную Сторону Вот есть Квартира Есть машина Есть участок На даче Есть возможность Поехать в Египет В All-Inclusive И Людям То ли Отшибли Вот это Сознание И потребность В чем-то Противоположном Или вот Как вы правильно Сказали Наверное Что на территории Российской Федерации Невозможно Об этом Говорить В открытую Мне кажется Даже при Брежневе Мы на кухнях Собирались У нас У нас Был Какой-нибудь Я не знаю Там Бутылка Ркоцители Дешевого Белого Вина С оливками И сыром И то Иногда И без них Иногда И без Ркоцители А мы Все равно Слушали До Рассвета Подбирая Вот Мужики Я помню Курили Бычки Из этих Консервных Банок И все равно Кто-то Пел Играл На гитаре Сочинял У кого-то Это был Высший Пилотаж Кто-то Не дотягивал Но Все равно Мы Были Против Чего-то Что Сейчас Происходит Владимир Я Две Вещи Вы затронули Насчет того Что есть ли Барды в России Да Конечно Они есть Есть Конечно Талантливые Люди Безусловно И Многие из них Выступают здесь В США Ну и в других Странах Ну наверное Они выступают В том числе И в России Каким-то образом Но очень Осторожно Потому что Тут важно Понимаете Страх Страх Охватил Людей И это С этим нельзя Не считаться Понимаете Нельзя их Даже их Ну ругать За это Или как-то Порицать За то Что они Недостаточно Смело Выступают Знаете Не каждый Может смело Так выступить И оказаться Например В тюрьме Понимаете То есть Это такое Дело Это Это одно А второе Что То есть Талантливые люди Есть А второе Насчет протеста Протест Существует И люди Которые Которые Против того Что сейчас Происходит Они Против Скажем Войны Они Они тоже Есть в России Конечно же Они там Есть Вот Но Но Им там Страшно Страшно Я могу Вам Задать Вопрос Чтобы Вы Перечислили Свои Диски Вот Опять же Повторяю Что вы Очень скромный Человек Что вы Себя Не раскручиваете Вы Сочиняете В лучшем Случае Домашний Концерт Где-нибудь У нас В Стейтен Айленде Или Если повезет В Нью-Джерси Или Нью-Йорке Но Мне бы хотелось Чтобы люди Знали Что Можно Послушать Ваше Произведение Вот Ваши диски Я себе Выписала Осенний Сад 2005 Год Странный Разговор 2007 Бой Часов Не замечай 2010 Может быть Вы готовите Что-то новое Для ваших Фанатов Да Я готовлю Безусловно У меня Уже сейчас Есть Диск Во-первых После 2010 Года Был диск Гаммы В 2014 Году Потом В 2016 Был диск Игра Вот И В 2020 Году Был диск Назывался Атом Вот Он тоже Существует Вот А сейчас Я бы сказал Да Я вот уже Насобирал У меня есть Вебсайт Такой Веборзов Латинскими буквами В одно слово Веборзов Точка Ком Вот И там В самом низу Песни Которые Не вошли Еще Ни в какой Диск То есть Я их туда Предварительно Сбрасываю У меня Еще не все Туда Даже Обещены Но В общем-то Уже набирается На следующий Диск Я планирую Может быть Не в этом году Может в следующем Но все-таки Еще один диск Выпустить И я даже думаю Что теперь Это будет не диск Наверное Сейчас диски Уже Негде слушать Уже Я думаю Что это будет Флешка Вот Еще раз Давайте тогда Повторим Веборзов И дальше Точка ком Точка ком Хорошо Это просто И конкретно Веборзов Точка ком И тогда Вот у нас Осталось Совсем чуточку Времени Перед перерывом На рекламу Я предлагаю Послушать Вашу песню Такую Ну Вы знаете Мне вот опять же Что нравится В бардах Вот они умные люди Все Все равно Повторяю И настаиваю На том Что они Очень образованные Высоко образованные Да И при этом Всегда с иронией И с юмором И мне очень понравилось При подготовке К вот этой Сегодняшней нашей С вами встрече Песня под названием А без мата Все равно Никуда Давайте послушаем Как-то странно Повелось На Руси Кроют матом Хоть цветы Выноси Кроют жизнь Свою Семейный уют С матом Плачут С матом Песни поют Песни поют Песни поют Песни поют Песни поют Пошлете Скажем вы меня Подальше Скажу спасибо И действительно Пойду Дорогие друзья Дорогие друзья Мы прервемся Ненадолго На рекламу Которая нам Очень нужна И мы из нее Черпаем информацию И затем Встреча С Бардом Владимиром Борзовым Продолжится Самая быстрая Безболезненная И эффективная Процедура Восстановительной Венопластики Проводится В сосудистом Институте Синайдиагностикс Автором Новейшей методики Доктором Дэниелом Саймоном Синайдиагностик Для меня Просто Открытие Я не подозревала Что можно так быстро Провести эту процедуру Синайдиагностикс 718-615-41-00 Здесь не только Вылечит вас Но и справят Чужие медицинские ошибки Лечитесь у лучших Наша улыбка Наши зубы Наш врач Мы так стремимся Найти именно Своего врача Которому можно довериться Всецело И без колебаний А вот я нашла Своего доктора Это стоматолог Бетали Сафонова Умна Талантлива Ее руки чудотворны После их прикосновений Хочется улыбаться И петь Я счастлива Что нашла вас доктор Вас ждут легкие руки Дантиста Сафоновой 718-376-1090 Жизнь Жизнь Маленькая черточка Между двумя датами Прихода и ухода Человек, увы, не бессмертен Мы храним в памяти события и лица А потом По этим воспоминаниям Рисуем живые образы наших Ушедших в вечность родных и друзей Мы снимаем с вас тяжесть утраты С достоинством и профессионализмом Мемориальный дом Лисовецкий Оберегает от негативных влияний В будущем Звоните Госпожа Еля Поставит защиту вам И вашим родным На весь год Внимание Музыканты Вокалисты Инструменталисты И музыкальные коллективы При Дэвидзен Радио Открылась и работает Профессиональная студия звукозаписи Вы можете профессионально записать Песни и альбомы Записанные у нас песни Могут прозвучать в эфире Дэвидзен Радио И других радиостанциях Также мы занимаемся дублированием Озвучкой фильмов И многое другое Звоните 718-303-74-24 У нас неограниченные возможности А качеством и ценами Вы будете приятно удивлены 718-303-74-24 Мысли вслух Называется наша программа Я ее ведущая Марина Левинсон Со своей творческой бригадой И сегодня вот Владимир Борзов Барт, как он себя просто называет А на самом деле поэт песенник Композитор Автор и исполнитель своих произведений Участник очень многих конкурсов Фестивалей Встреч Где поются авторские песни Очень скромный человек Физик-ядерщик По образованию Владимир меня сейчас поправит Если я что-то не то говорю И вот Как я уже говорила У него шло параллельно Его образование академическое По направлению физики И работа даже И он был сотрудником Института ядерной энергетики В Соснах Вот это под Минском Я так понимаю, да, Володя? И плюс Плюс он руководил еще джазовым отделением В Минском музыкальном училище У него все время шла параллель Между физикой и лирикой Я права, Володя? Я вас не слышу, Володя Да, вот сейчас слышу Да, все правильно, Марина Все правильно Да, я действительно руководил Джазовым отделением В Минском музыкальном училище Был такой период в моей жизни, да Вы знаете, уже еще раз повторю Что вот когда слушаешь бардов Окей, гитара Хорошие стихи У вас потрясающий совершенно текст Говоря простым языком И из просто вот Out of the place То, что тут называют У вас, конечно, гитара Но я не знаю, сколько лет вы учились Этому мастерству Как будто вы играли Как будто оркестр играет Вот такой эффект Ну, я не знаю Сейчас, вы знаете Я давно уже не занимаюсь гитарой профессионально Поэтому только просто то, что было когда-то Ну, наверное, образование, конечно, имеет значение Ну, в общем-то Рахманинов когда-то говорил Что если он не играет один день То он это чувствует Если два дня не играет На рояле И он имел в виду То тогда это чувствует его близко А если три дня То это чувствуют все Я думаю, что у меня Подписано так же Это сложно Давно уже прошел тот период Когда я или Или, допустим, мои близкие Что-то чувствуют Я думаю, что это чувствуется, конечно Но это невозможно Держать Держать инструмент Профессиональный Если говорить о профессиональном инструменте гитаре Ну, а авторской песни Да, дело в том, что бардов, ведь, которые играют на гитаре Их не так много Которые не умеют действительно играть на этом инструменте А в основном люди акомпанируют Так сказать Но это не всегда плохо А Куджава, например Или Высоцкий Это люди, которые известны на весь мир Они не очень-то владели там инструментом Прямо скажем Но это им не мешало То есть их мысли Их поэзия великолепная Делали то, что нужно делать Для того, чтобы была авторская песня Вот у меня, опять же, бытовой Может быть, глупый Как Вам покажется вопрос Вот почему вдруг у Вас это родилось? Почему Вы просто не стали физиком-ядерщиком И не продолжали свою биографию А стали писать И из Вас это изверглось Как это произошло? Как это вообще происходит? Ну, как это происходит Это я, конечно, не знаю Единственное, что я могу сказать Что это было всегда То есть желание написать Написать стихи, скажем Это даже не обязательно песню Не каждое стихотворение становится песней У меня достаточно много просто стихов И есть даже книжка Она называется «Детали» Изданная Ну, в общем-то, просто Это само по себе происходит И я думаю, что это у всех так Ну, есть, конечно, люди Которые, допустим, пишут по какому-то заданию Но дело в том, что Даже те, которые пишут по заданию Они все равно пишут и кроме этого То есть это просто есть в человеке Это от природы Есть такое, как бы Ну, я не знаю Дар такой, если хотите Да, может быть, это громко сказано Но, во всяком случае Те, кто пишут Из них получается Или, может быть, профессиональный поэт Скажем Я не говорю О стихах, конечно, говорю Или графоман Но все равно Даже графоман Который мы его как бы Пренебрежительно называем Графоманом В том смысле, что он не очень хорошо пишет Но он все равно Не может не писать Это идет изнутри Я, с вашего позволения Открою сейчас прямую линию Потому что наверняка Появилось огромное количество людей Которые хотят задать вам какие-то вопросы Может быть, даже оценить ваше творчество Потому что еще раз повторяю Благодаря Александру Соколову И Юре Я просто была вынуждена Познакомиться с вашим творчеством С вашими песнями С вашими произведениями И для себя Открыла Вот здесь На территории Америки Человека Очень скромного Который о себе не заявляет О себе Не кричит Вы вообще не правы Чтобы вы знали, Владимир Потому что И в Америке И в любой другой стране Сейчас такое время Что нужно о себе заявлять Что нужно о себе дать знать И немножко проявить Большую активность Потому что Раз вы это написали Значит Вас что-то беспокоит Что-то вам нравится Или не нравится Что-то вы любите Или нет Поэтому Вот примите Мое пожелание К сведению Что Нужно больше Выходить на народ Что Принимать Большое количество Ну я не знаю Большое участие В передачах На радио На телевидение И так далее Потому что Вы заслуживаете Самых Высоких Оценок Особенно Для людей Которые являются поклонниками Вот этого вида Творчества Я даже не знаю Как его назвать Это Ну Искусство Сто процентно Но просто Мы привыкли К тому Что искусство Это что-то Классическое А вот Бардовское движение У меня сразу Всплывает Сахаров Люди Которые хотели Что-то Сделать Хорошее Для Страны Для России Для Белоруссии Вот вы Кстати Наш телефон В эфире Дорогие друзья 718 475 3200 Вы можете Задавать вопрос Свой Владимиру Борзову Но Перед этим Ушер Извините Я его задам Вы следите За тем Что происходит Сейчас В Белоруссии Да Конечно Конечно Я слежу За тем Что происходит Сейчас в Белоруссии К сожалению Ничего хорошего Там В общем-то Сейчас не происходит Вот Там В общем-то Все было Не так уж Не так уж Ужасно Но Конечно Люди Хотели Перемен И Это Случилось В 2020 Году Когда Люди Вышли Они Действительно Предполагали Что Они Могут Совершить Перемены Ну Просто То есть Все нормально И они Просто сейчас Проголосуют И все И что-то Изменится Но Неожиданно Оказалось Что Это не так Что проголосовать Это можно Но Это Ничего не поменяет Вот и все А после этого Начались репрессии И они продолжаются До сих пор Просто Выявляют Людей Которые Тогда В 2020 В 2020 Уже Прошло 4 года Были Против И просто Сожрают Чем Понимаете То есть Это Это Фактически Сегодня Беларусь Она Это та же Россия В миниатюре Да Даже В чем-то Она может Еще и Вперед Идет Если послушать Официальное Белорусское Радио Или Телевидение Так что Вот Что я могу Пока сказать К сожалению Это пока так Во-первых Я должна Вам сказать Что Вы Совершенно Говорите На прекрасном Московском Диалекте Я не знаю Это комплимент Или что Но У вас Совершенно Нет Белорусского Вот такого Налета Знаете Говора Немножко Который Кстати Мне очень Симпатичен Мне Мне это Очень Нравится Вопрос Вот Какой Уже Есть Много Звонков Владимир Мы Сейчас Будем Отвечать С вашего Согласия Но Вопрос Вот Какой Вы Знаете Немного Есть В моей Даже Жизни Людей Которые Ездили В Белоруссию И говорят Послушайте А против Чего Вы 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 Там Все Очень Хорошо Там Чисто В городах Там Нет Мусора Там Все Хорошо Там Прекрасные Продукты Конфеты Колбасные Изделия Сыры Хороший Сервис Ну В размерах Как бы Государства Да А что Вызывает Протест Ну Я Я Сказал Что Вызывает Протест Понимаете В чем Дело Люди Хотели Движение Вперед То есть Хотели Чтобы Страна Развивалась А Страна Она Там Не так Ужасно Да И было Но Страна Не развивалась То есть Все Останавливалось Невозможно Было Совершенно Ити Ити Как-то Двигаться Понимаете И люди Когда человек Сидит У власти Там Около 30 лет Понимаете Он же Лукашенко Я имею в виду Александр Легович Он сидит Уже Там На этом Посту Больше 30 лет То есть Он Раньше Чем Путин Пришел То есть Он Давно Уже Там Люди Просто Хотели Его сменить Они хотели Чтобы Был Новый Человек Который Был Что Происходит Вообще В мире Который Был Двигал Вперед Всю Всю Эту Страну Был Связь Связь С другим С миром Ведь В Беларуси Все это Было Довольно Так Инкапсулировано Как бы Понимаете То есть Это Все Очень Было Все это Так Ограничено Они Хотели Ближе К Европе Хотели Так сказать Двигать Как-то Страну Понимаете И тут Оказалось Что Они Не могут Это Сделать Вот Впрочем Чего Они И Выступили Да Выступили Они В принципе Один раз А после Этого Они Уже Не Выступали До Этого Кстати Они Тоже Выступали Пытались Просто Пытались Сменить Власть Но Это Не Было Так Массово Поэтому Ведь Были Убийства Людей Были Ну В общем Разгонялись Там Парламент Разгоняли Все Это Делал Александр Григорьевич Он Это Все Делал Вот А Кончилось Это Тем Что Люди Подумали Ну Как Мы Сейчас Проголосуем Там Огромные Очереди Стояли За Голосованием Ну Все Посчитали Просто Все Наоборот И Все И После Этого Он Разозлился Понимаете Он же Диктатор Он Разозлился И Начал Мстить И Мстит До Сих Пор Вот Собственно Все А Поскольку Сейчас Еще Белоруссия Она Как бы Выступила На стороне России Со своей Со своей Территорией Разрешила Наносить Удары По Соседней Стране Понимаете Что Получилось То есть Ну Сегодня Вообще Уже Санкции Сегодня Давление Внешнее И так Далее Ну В общем Вообще Все остановилось Сейчас Все Замерли И сидят Но Надо Отдать Ему Должное Лукашенко Батьку Что Он Все Равно Продолжает Сопротивление Путину Вот Что Интересно Он Не сдается До конца Вот Это Очень Интересный Момент В его Биографии Ну Он Да Он По крайней Мере В чем Можно Его Точно Совершенно Вот Улечить Если Можно Так Сказать В том Что Он Не Хочет Войны Он Сам Не Хочет Воевать Он Не Хочет Чтобы Увала Белоруссия Это Он Конечно Не Хочет Серьезно Да Это Он Не Хочет Ну Слава Первый Телефонный Звонок По номеру 718 475 3200 Пожалуйста Говорите Вы в эфире Здравствуйте Я поклонница Владимира Я Хотела Была Услышать Песню Про Эмиграцию Я Слышала Когда Он Приезжал В Нью-Йорк И Вживую Его Слушала Пожалуйста Песню Про Эмиграцию Спасибо 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 большое Владимир Вы понимаете О чем идет Речь Я почему-то Думаю Что это Именно Та песня Которая Как раз Уже Прозвучала Америка Чудесная Страна Да Наверное Это Я думаю Тоже Потому что Это песня Про Эмиграцию Кстати Марина Вы говорили Спеть Что-нибудь Вживую Если хотите У меня Есть Одна Песня Небольшая Которую Я могу Спеть Вживую Можем Мечтать Ну Когда Скажете Необязательно Давайте Сейчас Давайте Сейчас Конечно Дорогие друзья В нашем Прямом Эфире На канале RTN И Davidson Радио Владимир Борзов Барт Композитор Автор Исполня Автор Производитель Авторской Песни Мотор А вера в чудо Нелегка Наивна И чревата Пока нам Быть Или не быть Решает Меньшинство Плывут По небу Облака Послушные Как вата Но это Просто Облака Не более Того Плывут По небу Облака Послушные Как вата Но это Просто Облака Не более Того И дни Проходят И года Тоски Какой-то Полный И море Слез И горе Войн И смерть И торжество Плывут По небу Облака Свободные Как волны Но это Просто Облака Не более Того Плывут По небу Облака Свободные Как волны Но это Просто Облака Не более Того А мы Не сдерживая крик и ввязываясь в споры Теряем в спорах и друзей, и спора существо Плывут по небу облака, спокойны, как о горы Но это просто облака, не более того Плывут по небу облака, спокойны, как о горы Но это просто облака, не более того И нам пора бы перестать доказывать и злиться И верить в чудо, и в конце тоннеля видеть свет Плывут по небу облака, бесстрастные, как лица Но это просто облака, и смысла в этом нет Плывут по небу облака, бесстрастные, как лица Но это просто облака, и смысла в этом нет Браво, Владимир Борзов! У нас сегодня произошло историческое событие. В прямом эфире телеканала Артены и Радио Дэвидсон прозвучала премьера песни Владимира Борзова. И я думаю, что ваших фанатов, ваших поклонников стало еще больше после этой песни. Владимир, я сейчас из-за того, что у нас время подходит прямо совсем уже к концу передачи, так бы хотела вам задать вопрос. Расскажу почему. Следующая песня, которая стоит у нас в реестре, ну что ты знаешь о любви? Я считаю, что ваши лирические, ваши песни о любви, о взаимоотношениях мужчины и женщины, вообще вот эта тема фантастическая. Это с моей точки зрения. Может быть я уже взрослая женщина. Я вам скажу честно, когда я отсматривала ваше произведение, у меня была в гостях моя подружка. Она сейчас не замужем. Она вас увидела. Она услышала вот эту песню, ну что ты знаешь о любви, и говорит, а он женат? Я говорю, я не знаю. Я задам ему этот вопрос в прямом эфире. Отвечайте. Да, я женат. Да, я женат. И у меня жена Светлана. Вот мы с ней, мы с ней однокурсники, учились вместе в Белорусском государственном университете. Она тоже физик, но она оптик. Вот. А я был на специализации ядерной физикой. Вот как. И у вас, небось, и дети есть? У нас нет, так получилось, что здесь у нас есть, конечно, но общих у нас нет. Но дети есть. Ну, в общем, короче, я к чему задаю этот вопрос, что подружка пусть больше не фантазирует. Да, тут уж, тут уж, да. Да. Мне, конечно, жаль, но что же делать? Да, но я очень и очень рада, что у вас есть человек, которого вы очень любите, который любит вас, и я уверена, что вот это следующее ваше произведение под названием «Ну что ты знаешь о любви» придется по вкусу очень многим нашим радиослушателям и телезрителям. Аплодисменты. Ну что ты знаешь о любви, ты не любившая нисколько, ну что ты знаешь о мечте, ты не мечтавшая ничуть. В душе останутся слова, произнесенные и только в ночи останется звезда, не указующая путь. В душе останутся слова, произнесенные и только в ночи останется звезда, не указующая путь. Ну что ты знаешь о листве, когда ее осенним ветром срывает с дрогнувших ветвей, бросает на землю, как упор. Горит отчаянье гостер, и шляпка призрачного фетра скрывает милые глаза, почти чужие с этих пор. Ну что ты знаешь обо мне? Неразличим приют осенний И глухо колокол гудит над безнадежностью земной Но возникают два крыла И обещая воскресенье Хранитель искренней любви Опять витает надо мной Но возникают два крыла И обещая воскресенье Хранитель искренней любви Опять витает надо мной И обещая воскресенье И обещая воскресенье И обещая воскресенье Владимир, примите Мои самые искренние Восторги Вашего таланта Вот эта песня Спасибо Я вот честно вам говорю Что может быть это возраст Может быть сантимент Может быть воспитание Происхождение Я не знаю что Но вот это прямо вот как гимн Ну что ты знаешь о любви Давайте примем телефонные звонки Потому что огромное количество желающих Задать их вам Пожалуйста говорите Вы в эфире Здравствуйте, Марина Это Илья Здравствуйте, Илья Я вот со слов уважаемого Барда Так и не понял А зачем белорусам надо было бунтовать Против Александра Григорьевича Лукашенко Если у них все так прекрасно Чистота на улицах В магазинах все есть Преступность низкая Я понимаю Когда в Германии был Адольф Владимирович Гитлер То то же самое все было Только одна была маленькая Так сказать не увязочка Он людей гнал на войну А Александр Григорьевич вроде не гонит никого Так зачем надо было бунтовать Или бар что-то умалчивает Или я дурак совсем Пусть объяснит если можно Нет ну во первых спасибо большое Мы вас отключим сейчас Но вы послушайте по радио Илья Я думаю что Владимир уже ответил на этот вопрос Причем я его дублировала Что ну мы с вами мы с вами уже знаем ответ на этот вопрос И Владимир не в ответе Да Что Лукашенко вот вроде все хорошо А люди все равно Уезжают и хотят Перемен Я права Владимир Да безусловно конечно В том то и дело Что когда человек Находится в власти очень долго То Все останавливается А люди хотели конечно перемен Хотели движение Движение вперед хотели Но И верили в то что это возможно Что Просто достаточно Собраться Достаточно чтобы их было много И они Все решат Вот Но оказалось что это не так Вот и все Владимир Я Просто вот Делаю вот такой Вот такой Реверанс В ваш адрес Спасибо вам Спасибо вашим фанатам За то что они дали нам информацию о вас Я очень надеюсь на следующие наши встречи И под конец Предлагаю послушать песню вашу Берег был пуст Шли человек И бог Спасибо вам большое Продолжайте и дальше творить В час когда нет Спасибо И солнце на круг похоже Вижу твои следы Я рядом с моими Боже Если же меркнет свет И страх мое сердце гложет Вижу один лишь след За мной на песке я Позже Спишь ты в моем дому Один со мной Хлеб всегда ешь Так скажи Почему В беде меня Покидаешь Знать я хочу вину На это Пожав плечами С ног песок отряхнув Бог ему так отвечает Чтобы тебя мой друг Несчастья не замечали Владимир Борзов Барт Поэт и композитор Физик Ядерщик Человек Закончивший Консерваторию Был героем Нашей Сегодняшней Встречи Наша Программа Продолжится После перерыва Огромное спасибо Всем Кто принял Участие В подготовке И проведении Этой Программы Встреча 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 Здоровой Жизни Мы каждую неделю